друзья всем доброе утро утро у нас еще ранее совсем читая сегодня в 4 утра поднялся видите все спят в основном хотя вот уже на дороге и шум слышно его видите маленькие я уже машину обошел все хорошо у нас навалка нам не пригодилась слава богу держал в кабине можно прятать на всякий случай учитывая то где мы стоим ли он пригороды и так далее я думаю не сильно по помогла конечно ну так лежала для надежности баки все целое я уже проверил три ночи мы здесь переночевали слава богу все тихо спокойно тент тоже целый везде даже пломба на месте в такую рань проснулся вчера что уснуть вечером не мог жарко сильно форточки открытыми не оставишь все по тому же вопросу так щелки оставил даже не продохнуть а сейчас чуть проснулся понедельник день тяжелый будем готовиться заранее к нему на часов 6 7 поедем на в 7 наверно поеду на выгрузку найдемся честно чем с утра заняться 20 июля понедельник начинаем рабочие начинается рабочая неделя сейчас скоро начнется движняк еще часик уже он и маленькие шныряют еще час-полтора и все тут придет натяжение они все рано начинают работать без пяти семь поехали по тиху стоянка разъезжается подстояли спокойно выходные никакие друзья из солнечной африки гости не наведывались слава богу пацаны сушатся малость фестиваля ли они тут воскресенье что их субботу 1,8 нам до выгрузки все рядышком окшу отсюда налево круги рисовать интересные цветы и и маду блин такая же зараза французские наши представучие все утро сегодня гоняя не могу и чтоб что тут ехал а надо было оттуда у нас сразу налево крутануть было немножко пресковато правда вот я ж отсюда у твоих по кругу объехали еще страшно нату ничего себе тут надо и пол ни один и восемь пять километров получится пока выберешься сегодня у нас опять жарко будет вчера жарим она и жарим и сегодня он опять солнце уже сейчас ну лето что хотели 20 июля движение с позади используя 3 съезд рижняк идет уже по тиху люди начинают ездить я не помню моя фирма с 8 7 утра шести даже работа ой простите пожалуйста здоровый вроде бы 6 утра работает 6 нам делать нечего да и тем более загрузку уже есть об этом немножко позже с не не движение на затем с и 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 Вон та часовинка, я не знаю. Ратуша или как это правильно называется? Вон на горе. Там горка серьезная. Вот нам туда. Парк Деактив. Что-то Карнес. Что-то такое. В общем, нормально. А выходные с пользой, время провели, походили, погуляли, полежали, поспали. Второй съезд. Налево. Много метра еще. Что-то хотел рассказать, и вот пытаюсь поймать. Когда утром проснулся, думаю, уже потом расскажу. На дороге с круговым движением съедьте, используя дорогу съезд. И выскочила с головой. Ну, может, потом сборю. А на шепту тоже не сильно долго. Ну, как бы, забегая наперед скажу, мне в принципе не особо принципиально, когда меня сегодня разгрузят. Ну, просто разгрузиться и... Два голоса. Лишь бы только Алексей Николаевич не заблудился. Через 100 метров повернуть направо на дороге с круговым движением съезд. Два дня молчали, а теперь, видите, разговаривались. Вот она, моя фирма, с правой стороны, вот металл. Так, нави. Прократить введение. Я тут с утра вводил, как разгрузка по-французски. Дешаржемент. 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 Стоять дверка. Вот сюда направо мне надо. Маленькая подперла, надо назад сдать. Ну, они работают уже. Правда, никого нету, я не знаю. Кукуду. Сибириста пропустим. Сибириста пропустим. Ну, вот, нарисовано. Кукуду. Сибириста пропустим. Кукуду. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Короче, тут уже процесс идет. Готовьтесь рыбать в конечный пункт через 300 метров. Мы как-то порядочные вот здесь сейчас встанем. Все, разметка размечена. Все как положено. Берем документы и пойдем. Да, он местный уже, французы. Работа идет. Ну и мы пошли. Что-то пошло не так. Подошел в бюро. Француз говорит, не, говорите, не сюда. Вокруг надо объехать. Вокруг так вокруг. Француз. 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 5 ворота открыл Вон вверх Я ж не знаю, в куламни Вот здесь нарисована шильда Поехали вокруг Чего они нас запускали? Вопрос Вот сюда Наверное Ворота закрываются Что-то перед нами Вон то ресепшн нам нужен Открываются Еще раз Мекси Вот сюда надо Вот здесь, наверное, бюро тоже на выгрузку Пойдем сюда Сказал француз, проедь вперед И жди Протянем Ждем Правильно сделал, что к 6 не поехал Я думаю, что здесь еще Наверное, часик постоим Если не больше Тут должен, наверное, кто-то появится Кто этим международными занимается Всеми вещами Всеми вещами В общем, ждем Сейчас переоденемся Потом переоденемся Успеем 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 Ну, подождали минут 15. Загнали в цех. Вот уже там расчехлило, осталось три ремня снять. Маски, жилетки, ботинка, сколько положено. Я зашел без маски, смотрю, они без маски ходят. Приходят, говорят, маска. Я говорю, окей. Все, процесс прошел. Я думаю, сейчас за полчасика нас французы и выкинут. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Без 15,9. Ой. И не каля комедия. Все. Разгрузились, документы забрали. У меня два комплекта КСМР. Ну, что тут надо в КСМР? Печать получателя. Лишь, чтобы она совпадала со второй графой КСМР у вас. Если не совпадает, тогда это вопросы нужно уточнять. И на что еще нужно очень строго обращать внимание. Вот белорусская транзитная печать, когда переход переходишь. Вот для сдачи обязательно эта КСМР должна быть ваша. У меня два комплекта. То же самое здесь. Печать получателя и белорусская транзитная. Они, белорусы, отмечают только одну КСМР, единственную. И ее нужно сдавать. Сейчас мы ксерокопии сделаем. Мы не ксерокопии, а фотографии сделаем, вышли. Все? Я французу сразу показал. Вот это мое. О, Игорь. Много проблем. Потому что вот к оплате нужно предоставлять клиенту вот этот КСМР. Это должна быть. Выезжаем. Сейчас поедем на ту же стоянку, где мы были. Залезем к рецепту, ремни развесим. Не до конца все развесим. Выметим там. Ну и решим наш дальнейший план действий. И как мы будем поступать. Правую сторону крутить плохо. Разворачиваться. Сейчас здесь развернемся мы пустые, поэтому. Так, рассказывал. Ну, что там потом переоденусь, когда все развешу, сполоснемся. Ну, в плане сполоснемся, я имею в виду. Ну, давайте вот здесь развернемся. Здесь круг меньше. Радиус меньше рвать. Мы пустые, в принципе. Больше радиус можно взять для разворота. Вот. Загрузка у нас в Италии. Две вернее. Взяли заранее. Взяли еще на той неделе в четверг. Но загрузка, в лучшем случае, только в четверг. Сегодня понедельник. До загрузки мне где-то примерно километров 560. Что-то такое вот примерно. Сейчас Сим-Сим откроется. Поэтому варианта вижу развитие событий 3. Дальше. Либо мы сейчас едем в Италию. Ну, сейчас помоемся там, туда-сюда. Едем туда. И стоим там. Что-то не открывает. Второй вариант. Ночевать здесь еще ночь. И завтра выдвигаться туда ехать. И третий вариант. Проехать сегодня куда-нибудь поближе под итальянскую границу. И встать тоже во Франции. Объясню почему. Карточка у меня французская. Интернета французского еще глупо. Итальянский уже будет там в роуминге. И вопрос залить видео там. Ну, его хватит буквально на два видео в итальянского интернета. Поэтому можно еще потусоваться как бы сутки здесь во Франции. Но тут еще какой вопрос. Вот я сейчас с пятницы же стоял. Я 45-ка. Я 45-ку прервал. То есть 45 часов здесь во Франции я не крутил. Потому что я тут пошел. С пацанами что-то на каденциях поговорил. Ну, штрафуют. Если ты 45 часов стоишь, ты должен идти в гостиницу ночевать. Я говорю, а вы как поступаете? Во Франции, в Бельгии. Говорит, достаем чипы. Штраф за отсутствие. Ты находишься в кабине, нету чипа. 300 евро. А если тебя поймают, ты отстоял 45. И нет доказательств того, что ты был в гостинице. 2000 евро на фирму за то, что тебе не предоставили. Возможность хорошо отдохнуть в гостинице. С душем. Мне шеф предлагал. Говорит, тут какая-то гостиница есть. Говорит, давай, сходь, на сутки возьмем. Я говорю, слушай. Ну, нам 45-ка это не горит. Зачем нам лишнее, там, сколько там? Ну, соточка будет стоить же, наверное, евро, правда? Зачем нам лишнюю сотню тратить? Я уже как-нибудь и в кабине. Короче, я прервал. Заводил. Аккумуляторы подзаряжал. И нажал на молоточки. И на молоточки, на частик отмолотило. Вот. В Италии, говорит, даже в Германии. Вот я спрашиваю, у меня вот на он, говорит, мы, говорит, чипы уже не достаем. То есть, как бы, итальянцам вообще пофигу. Немцы тоже более-менее лояльны. А вот французы с бельгийцами, они в этом плане серьезные парни. Поэтому вариант номер первый. Поехать сегодня в Италию. Тоже, вот, как бы, из-за интернета меня не очень. Ну, не то, что из-за интернета. Мне-то хватит, мы эти гигабайты для меня. Но для видео с гигабайтами там будет беда. Для заливки. Так вот, за сегодня я еще тут поназаливаю, а потом только, как говорится, публикуй. Поэтому сейчас предложу, скорее всего, возможно, второй вариант. Сейчас мы тут туда-сюда. И поедем... Проедем куда-нибудь туда, ближе к Италии. В Италию саму заходить не будем. Станем во Франции на какой-нибудь там последней парковке. Итальянской на какой-нибудь заправке. Надо большую, хорошую. На французской. С душем. Надо покупаться. Здесь душа нет. Надо сходить, помыться. После выгрузки, тем более. Как бы не сказать, что я тут сильно переработал после этой выгрузки. Но все равно. Поэтому сейчас вот... Обратно на свою парковку приехал. Сейчас встанем. Наведем здесь марафет в прицепе. Все развесим. Отошлем фото руководству. И решим, что делать. Все. Порядок в начепе мы навели. Все развесили. Ну, новый я еще пока не вешал. Вот порванных сколько? Раз, два, три. Ну, штуки четыре порванных. В общей сложности штук шесть таких. Ну, к этим четырем еще парочка таких. Не очень. А, резинку забыл взять. Сейчас какую-нибудь резинку возьмем. Что-то картонки никакой не нашел. Возьмем эту резинку. Сюда сметем. Сходя в мусорку выкинем. Чтоб не мусорить. Правильно? Сходя в мусорку. В чарке только один. Оп. Вот и всё. Отблю залил, пока вот тут суть додела. О, стоял мусорный контейнер вот тут. Приехали, наверное, забрали, увезли. Пойдём там возле туалета ещё один был. Мы немножко переехали с того паркинга, где стояли. Эти выходные никто не трогал. А сейчас пришёл там француз, говорит, паркинг приватный. Сколько будешь ты? А я вроде не знаю. Давай, говорит, давайте посваливай. Ну, не то, чтобы давай, сваливай. Ну, говорит, час-два можешь постоять. У меня часик постоял, пока ещё команда ехать не получил. И вот переехал. Вот вчера мы здесь ходили к этому. Вот на том колечке развернулся. Пойду хлебушка возьму. Вчера что-то забыл купить. Пойду сегодня куплю. Потому что, походу, мне там на автобанах придётся стоять. Вряд ли там возле фирмы где-то будет место припарковаться. В той промзоне в Италии. Пока мы тут в режиме ожидания находимся, пойду. Хлебушка, да и воды надо взять. Что-то вот жарко стало. Воды повыпивал уже много. Пойду упаковку водички куплю. Заодно нести меньше. Ну и всё. И потом же получим отмашку и поедем. О, ещё француз, видите, за мной паркуется. Поехали мы, братцы. Вот наша стоянка. Так. Рассказывал. Едем в Италию. Две загрузки. Так, теперь уже, ну, подробненько. Две загрузки у нас в Италии. На Ростов. Ну, точнее, на Сальск. В Оксае Растаможка. Сальцевская разгрузка. Грузится, правда, говорю, нам. Так, мы здесь направо уходим. Одна разворачивает, другая направо уводит. Рассказываю, почему. Сейчас платёжку проедем. На автобан выйдем. Здесь нам должны дать тикет. Через 100 метров продолжайте движение прям. Продолжайте движение прям. Стоп, стоп, стоп. Пойдём, стоп. Вот сюда надо. Здесь телепаз. Не залез под телепаз. Хотя тут, наверное, тоже можно было птики взять. А, тут уже надо платить. Ёлки-палки, не успел. Не успел заехать, уже надо платить. Вот уже 6.30 отдал. Но это вот сейчас заедет кусок дороги, который у нас впереди. Так, теперь рассказываю. Да, две загрузки. Но загрузки у нас в четверг или в пятницу. Сегодня понедельник. Я уже, может, говорил, но повторюсь. Взяли заранее. Лучше... Извиняюсь за выражение. Пере, чем недо. Не стали цянуть до последнего. Появилось. Лучше тут пару дней подождать, потом за 5 минут долететь. Вот, фишка в чем? Надо попасть в Италию. Ну, так, я никогда с Францией ни разу в Италию не ездил. Ну, и, соответственно, обратно тоже. Я знаю три дороги. Две через туннель. Одна через Монблан. Вторая... Господи, как он это называется. Фриджус. Вот через который мы должны были ехать. Он, кстати, длиннее Монблана, по-моему, на километр. Монблан там 11 с чем-то. Это, по-моему, 12 с чем-то. И третья дорога через на юг, через Ниццу, через Канны, туда. По Лазурному побережью, в общем. Напрямую через этот Фриджус. Отсюда у меня выдает 540 километров. До разгрузки. До загрузки. Но... Сам этот туннель для автомобиля Евро-6 стоит 358 евро. Париж, Сент-Экзупери. Нам не нужен. Вот это разворачивает у этой забито по прямой. Вот. Ну, плюс французские дороги. И плюс итальянские потом до загрузки. То есть... Ну... Грубо по... А, евро 5 у нас. То есть нам порядка будет 400 евро стоить. То есть грубо нам получается... Берем сотка до границы и сотка по Италии. Плюс-минус. Я говорю, я беру грубо, чтобы удобнее было считать. 400 и 200. 600 евро. Только туда доехать. Через Лазурное побережье получается на 270... Берем грубо... Короче, в районе 300 километров дальше. 300 километров. Пустые мы будем ехать. Это... Ну... Сколько? Ну, пусть 70 литров она возьмет. Пустая. Лишних. По евро, что мы в Польше заправили. 70 евро. Даже по полтора евро. Грубо. Сотня. И на 300 километров дальше. Еще сотня. То есть, 600... Отнимаем 400. Получается, дается за дороги 200. К тем 200 прибавляем сотню. 300. И прибавляем еще 7. Ну, пусть еще сотню. 400. Все равно, вот мы считали, получается на 200 евро дешевле. По времени у нас времени вагон. Сегодня понедельник. Времени немерено. Спешить нам некуда. Поэтому приняли решение. Едем вокруг. Итого, ну, сейчас там 530. У меня выдает... Выдавало здесь через объезд 806 или 807. Что-то такое вот. Примерно. Сейчас 507 километров до итальянской границы. Это уже с... Ну, там уже. За Ницей. Туда уже. Вдоль побережья. Ну, сегодня... Сейчас время уже пол первого. Сегодня где-то перед границей или до границы дойдем. Посмотрим. Там за ночуем. И завтра утром вкулимся в Италию. Так дешевле на 200 евро. Так дольше, так дальше, но так дешевле. Вот мы считали. Потому что, ну, за 12 километров... Ну, 400 евро. 400 евро отдать, ну, это просто жесть. Может быть, мы в чем-то ошибаемся. Может быть, дороги будут... И дороже обойдутся. Но в любом случае это будет дешевле, чем идти напрямую. Может быть, ошибаемся. Может, нет. Ни разу не я, никто не ездил с этой страны. С Италии в Фран... С Францией в Италию. Едем. Вот посидели сами, посчитали. Приняли такое решение. Правильно, но неправильно. Посмотрим. Но решение принято. Все, мы поехали. Все. Погнали. Сейчас держим курс на Марсель. Потом с Марселя направо пойдет дорога на Испанию. Мы пойдем левее, налево. Туда на Ницца, Нант. В общем, вдоль... Там же Средиземное море. Вдоль моря, короче. Погнали. Я думаю, нас ждут потрясающие виды. Лазурного побережья. Да и здесь не хуже. Смотрите, какая красота. Давайте нам поляк этого обгоним, чтобы он нам вид не загораживал. Той дорогой через туннель тоже там. Там среди гор. В Альпы. И там потом этот туннель заходишь. Думаю, там не менее красиво. Ну, я... Мне кажется, мы ничего не потеряем проехать здесь. Я имею в виду в плане... Видов из окна. А может быть, где-то карта ляжет и нам повезет. И мы куда-нибудь... Куда-нибудь сможем и к морю выскочить. Посмотрим сегодня. Я как бы попросил, говорю, гляньте что-нибудь. Но вдруг получится. Было бы... Было бы вообще огонь. Ну, пока еще до этого думать рано. Сейчас у нас что? Марсель. Валенс. Пейдж. Платная. Что сейчас будет? Очередная платка. Будем платить. Или тикет здесь возьмем. Я так смотрел. Идет пару националок еще в Италию. Но я очень сильно сомневаюсь, что там разрешено ездить грузовикам. И там как посмотришь на них, там такие... Крестово отдыхает. Что здесь? Или-то мы просто на платную выходим и все, и поехали. Никаких платежей. Да, наверное. Ограничение скорости 60 км в час. Похоже, нас какой-то штаб впереди ожидает. Пейдж. Платежка через 9 км. Дашка разрывается, кричит. Ну, как можно ехать вокруг, когда есть прямая дорога? Ничего, пускай полобочи. Ле... Роун что-то там? Рейн? Это Рейн, что ли? Роун? Рейн? Нет? Сморинская пресса. Все-таки Франция есть Франция. Везде своя красота. Что во Франции, что в России, что в Белоруссии, что в Казахстане, что на Кавказе, Грузии, Армении. В Кавказе. Везде своя изюминка. Что-то пока по этой А7 в сторону Марселя не езда, а одна сплошная толкодня. За полтора часа 83 километра с трудом проехала. И вот сейчас походу опять становимся. Тормозим, тормозим. Штау, штау. Ну, это, наверное, один из самых напряженных автобанов. На юг Франции. Тут он туда на Испании он идет. Движение здесь, сами видите, какое. Значок штал. Чего? Хрен его знает. Ну, обгон грузовиками запрещен. Вон там, наверху на горе башня. Там Тартаньян отдыхал. Коней менял. Наверное. Вино пили и курей ели в трактире. Вот прошлое штал вот недавно было. Толкались, толкались, потом взяли, поехали. То есть даже не было видно, в чем причина. Сейчас вот тоже опять. Три-четыре градуса на улице. Жарко. Конечно, в кабине кайфово все. Двадцать один с половиной стоит климат. Климат. Форточку приоткроешь и тут же закрыть хочется. Тут добывают они. Виноградный район заехали. До Марселя 229. Это Валенс или Валенс. Район его. Как раз езд на него был. Тут садов очень много. Вот прям есть вдоль дороги. Одни сплошные сады. Нет, ну это не виноградники. Или виноградники. Не могу разобрать на ходу. Я вам скажу, знаете, вот это вот А7. Кстати, он тоже. Которая ведет туда. В сторону моря. Чем-то напоминает российское А4. Тоже вот. Одни моряки. Голландцы, бельгийцы, немцы. Вот все с этими прицепчиками едут. Дали им волю. Ведь с карантина выпустили. Так они скорее на море отдыхать. Поэтому и затруднения такие временами происходят. Ну, не критические, конечно. Так потолкались. Ну, не слишком страшно. Вот. Выедем, едем. Ландшафт потиху меняется. Деревьев меньше становится. Все-таки, что же это такое? Не знаю. Не могу смотреть на ходу. Извиняйте. Ну, садов много, согласитесь. Здесь вот все. Одни сплошные сады. Вот уже на протяжении километров 15, наверное. Расстояние между заправками тоже указано. Вот до следующей 17 километров. Ну, как, в общем-то, и везде. Там сегодня нужно будет где-то парковаться. Где можно будет помыться. Ну, уж слазить. А вот там у нас, походу, Альпы, через которые мы не поехали. Да? Нам Альпы дав закрыл. Наверное, господа жандармы. Давайте мы их пропустим. А, жандарм, спасибо, сказал. Пожалуйста, езжайте. Валенс. Да, все правильно. Бургунзия, Нормандия, Шампань или Прованс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Все, становимся. Опять. Не то, что становимся, просто замедляемся. Вот уже третий раз. Я говорю, это, наверное, все трассы, где едут моряки, у них болезнь. Смотрите, одни бельгийцы, голландцы, французов, встретись, проблема. Точно так же, как и по М4. Одни московские, питерские номера. В основном московские. Шехова. Одни бельгийские. Вот нет, нет, француз поехал. Агличане вон, поехали. Французы попадаются. Ну, не часто. Бургунзия, Нормандия, Шампань или Прованс. Куда бы не увлек вас верный конь. При вас мой меч фамильный и песенка при вас. Где подлость, там схватка. Два слова и перчатка. Пока еще жива Господь. Бургунзия, Нормандия, Шампань или Прованс. Эфес, почаще грейте на ладонь. Дай бог, чтобы эта песня была, мой друг, про вас. Где подлость, там схватка. Хватка, два слова и перчатка. Пока еще жива Господь. Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь там, где это можно. Слава богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...